Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, осьминог бесконечности, и сегодня мы с вами обсудим одно интересное явление. Вот, тут много текста, но мы его зачитаем немножко потом. Я бы хотел рассказать вам о племени Пирохан, в общем-то, да, это народ охотников-собирателей Амазонии. Чем он для нас, для нас именно, для исследователей философии, для антисиентистов и вообще для кого угодно, для скептиков, интересен этот народ. Так вот, у Пирохан очень особенный язык, они опираются на информацию, которую получают своими органами чувств в настоящий момент. Да, в общем-то, по сути, вот это вот премия людей, которые живут именно в настоящем. Они способны, например, сделать культурную модель, там, и так далее, и так далее, и так далее, но это все не важно. А нас больше всего, опять же, интересует то, как они относятся к счету. У них особое восприятие количества, они не понимают, в общем-то, числа. Есть, представляете, целое общество, которое не понимает, что такое число. Племя, целое племя, которое не может считать, не умеет считать. Больше трех не получается научить их считать, потому что они не понимают, что такое число. Да, в общем-то, ну, понятно, что вот люди, у них чисто номиналистический язык. А, ну, то есть, что такое номинализм? То, что каждая вещь уникальна. Вот этот вот телефон, он один такой, вот один уникальный LG, классный. Так вот, он один такой, он уникален. Есть, конечно, миллионы таких же телефонов, но все они уникальны в данном случае. И вот этот телефон, вот другой телефон, и вот третий телефон, даже если они одинаковые, их считать нельзя, потому что, ну, мы не можем абстрагироваться от них, как бы так получается. Вот, существует язык, в котором абстрагироваться от предметов нельзя. Если мы абстрагируемся, если мы проводим какие-то абстрактные операции над телефонами, то у нас есть один телефон, там, второй телефон, такой же, третий, там, телефон вот здесь уже, у нас есть три телефона. А, но все это абстракции, понятно, которые закрыты в человеческой речи, закрыты. А, вот, у Пирохана такого нет. Нет, поэтому они не понимают счета, они не понимают математики, всей сложной нашей математики, которая развилась из нашего умения абстрагироваться. Они не понимают многих фундаментальных вещей, которые, ну, в принципе, для нас являются обыденными. А, и это заставляет именно нас, а не их, и мы, им плевать, на самом деле. Это заставляет нас задуматься о том, насколько фундаментальное основание нашего, во-первых, языка, а, во-вторых, нашей математики. Ну, то есть, это не Александр Шадов в данном случае выдумал, что есть люди, которые не умеют считать, а они просто действительно существуют. И они существуют уже долгое время. У них, действительно, судя по исследованиям, плохая историческая память, они не помнят ничего дальше двух поколений назад, в прошлое, ну, то есть, нормально. Ну, и при этом, да, считать они не умеют. Они не понимают, что такое счёт, они не могут развить математику, не могут развить геометрию. Восприятие мира с помощью математики и геометрии им, в принципе, не доступно. Вопрос, да, сразу же возникает, насколько адекватно наше восприятие, которое опирается во многом на математику и геометрию. Насколько адекватно наше восприятие, которое, в общем-то, для которого вот этот вот телефон и вот совершенно другой вот этот вот телефон, который на самом деле один и тот же, ну, неважно, вы поняли, да? В первых два разных телефона являются единичками. Единичками, вот единичка, вот вторая единичка. Вот один пальчик, вот второй пальчик, как бы, всё, всё, вот абстракция. Притом это разные пальцы на одной и той же руке, как бы, да. Что с ними? А вот указательный палец, а вот второй указательный палец. Один-два. Это адекватно вообще или неадекватно? Насколько это имеет, в общем-то, смысл? Вполне возможно, это просто абстракции, которые ни к чему совершенно не привязаны. Ну, вот я придумал, что вот этот пальчик, равен вот этому пальчику, на самом деле пальчики на разных руках, и они в разных местах немножко находятся. Ну, у них, скорее всего, даже состав несколько разный. Если не абстрагироваться ничего, если посмотреть в каком-то там, какое там течение кровотока, там, не знаю, как там атомы, допустим, располагаются, это будет всё абсолютно разное. То есть, да, они не будут располагаться в одних и тех же абсолютных местах. Если мы, опять же, не будем абстрагироваться. Вот, вопрос, на какое право для абстракции мы, в принципе, имеем? Это вопрос средневековой философии, между прочим. Спор между номинализмом и, в общем-то, универсализмом. Вот у нас универсальный, у нас есть один пальчик, у нас есть второй пальчик, и есть суперпальчик, который невидим, и с которым мы, в общем-то, всё сравниваем. Невидимый суперпальчик идеальный, который восходит к идеям Платона, между прочим. Вот этот вот невидимый суперпальчик, он существует? И где он существует? В реальности существует? как говорил, допустим, Платон, или этот суперпальчик, с помощью которого мы считаем пальчики, он существует, в общем-то, только в нашем уме. А если он существует только в нашем уме, а имеем ли мы право утверждать, что один пальчик и второй пальчик у нас, в общем-то, равнозначны? И насколько мы имеем право вообще их считать, эти пальчики? Да, очень детское объяснение, но это действительно серьезная философская проблема, которая была разрешена относительно в пользу Платона, скорее всего, в истории нашей философии, в истории европейской философии. Именно это и позволило дальше развивать математику, счет, логику и прочие абстрактные дисциплины, которые, на самом деле, называются точными, но они абсолютно абстракты, они не привязаны к конкретике. Они формируют какие-то странные сущности, вроде цифр, чисел, линий, причем не просто линий, да, не будем говорить линий, будем говорить лучи, лучи, либо прямые, бесконечные прямые, которых не существует, бесконечно тонкие прямые, которых, ну, просто нет. Геометрические фигуры, ну, абстракция, определенная абстракция, определенная математическая абстракция, как и многие другие вещи. Насколько эти вещи адекватны? А, ну, для премии Пирохан, все, что мы делаем, ну, это абсурд, определенно, ну, какие-то дурачки думают, что вот этот пальчик, вот этот пальчик, вот эти два пальчика, они одинаковые, они равнозначные, и вот, ну, мы дурачки, получается, мы какой-то ерундой страдаем. А, конечно, другой вопрос, что с помощью вот такого вот пальчикового метода мы смогли построить громадную цивилизацию, возможно, основанную на иллюзии, в том числе математической. Ну, неплохо, неплохо, да, эффективно, хорошо отработали, но вопрос, конечно, остается открытым. Да, ну, я думаю, я здесь сказал все, что хотел, вот вам племя, племя, интересно, есть над чем подумать, есть над чем поразмыслить, ситуация, на самом деле, не такая простая, какая могла быть. Ну, допустим, ну, мы пока ограничиваемся племенами земли, а вдруг есть еще и наполнительные, которые не умеют считать, а? Ну, это шутка, конечно, но, допустим, допустим, почему нет? Или, допустим, в теории эволюции появится разумный вид в итоге, там, через миллиарды лет, который не будет нуждаться в счете. Он будет настолько умным, что ему не нужно будет применять никакие абстракции, плевать ему на абстракции. Все математические абстракции, в общем-то, будут признаны ложными. С ними вообще не будет считаться, никто не будет ничего считать, все будет понятно и так. Вопрос, да, вот, что с этими существами будет? Они умнее людей, не умнее людей? И является ли познание людей, которые сейчас мы распроизводим с помощью математики, истинным, если мы пользуемся абстрактным методом, который, скорее всего, не имеет отношения к истине и находится только вот в голове у нас? Да, интересно. И что вообще такое единица? И так далее, и так далее, и так далее. Куча философских вопросов по математике. Все, вот, один пример, пример из одного племени может натопнуть на колоссальное количество вопросов по математике. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok